смотрите внимание спонула да сколько вот удивительные слова всевышнего господа сухо мотали если человека стал сегодня хаваляет а добару на куран почему они не задумываются ванна вина аману ашаду хуббан лилла ванна у меня на ванна 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 ваннатолия после того как упомянул эти знамения связаны с руби и с господством его а у нас есть правило братья что вера в господство всевышнего ласпа наталья обязывает тебя чем у любви признанием того что достоин поклонения только один он суп а на лоталь если ты веришь то что ласпан создатель всех этих вещей и не просто создал создал в такой форме который нет никаких недостатков все это тебя побуждает чему должно к тому что ты должен начать поклоняться ему одному и поэтому севышний аллах дальше горит у амина нас манья тэх изуминдуни лаги андада из людей есть те которые берут себе помимо ласпа наталья объекты поклонения то есть предаются товарищи всевышний аллах спонталья юхибу на гука хуббилля и любят этих своих идолок точно так же как любят севышний аллах у амина нас говорит имам багау я не аль-мушрикин из людей то есть из многобожников манья тэх изуминдуни лаги андада тот кто берет помимо ласпанталь другие себе божества а ясноман я буду но то есть берут себе каких-то идолов и поклоняются ним юхибу на гука хуббилля и любят так точно так же как любят аллах ай то есть говорит юхибу на алихата ум к хуббиль муменина лилда к хуббиль муменин аллах за уже то есть эти многобожники любят своих идолов свои божества подобно тому как верующий любят севышнего аллах спонатали вакали за джач другие же улема говорят из них за джач юхибу на ляс намака юхибу на ллах любят своих идолов точно так же как любят аллах то есть они любят аллаха и поклоняются ему но при этом предают аллах спонтальца товарищи поклоняясь своим идолам ляну машраку гамма аллах потому что они предали этих идолов со товарищи всевышний аллах спонатали фаса у байна аллахи ва байна у сани фильмах оба и сравнили между всевышним аллахом и между своими идолами в любви а те которые уверовали сильнее своей любовью к всевышнему аллах то есть они крепче и постояннее али хубби имена мушрикин то есть в отношении любви к всевышнему аллаху нежели многобожника у многобожника братья вопрос времени сегодня он поклоняется одному идолу завтра он поклоняется другому так вот у многобожника сегодня он поклоняется одному пришел барак луфиком человек в церкви будет это святая татьяна а по поклоняйся то завтра усказать святая катерина послезавтра святой петр потом нашли какого-то парня который умер где-то в сирии без головы и у него были крест на шее и сказали его осветили и сделали что святой владимир там или святой не знаю еще кто-то барак луфи вот так у них постоянствует мусульмане же верят в одного всего что поклоняется одному всевышнего ласпанта любят одного его субхана ваталь вакали за джач а мы это сказали барак луфиком фасау байна ла ю байна уфани фильм махаббе и они сравнили делали равной свою любовь к аллаху и любовь своим идолам валья вина ману ашадду хуба лилля те которые веруют сильнее своей любовью к аллаху то есть мы сказали азбат вад вам то есть крепче и постояннее аля хуби и мальмушрикин в отличие от многобожника ля нумля яхтаруна аля ла химаси мима маси вагу потому что они не дают то есть помимо аллах спонталь верующий еще кому-то не поклоняется у альмушрикуна и затаха зусанаман суммара у ахсамин у а многобожники если берут себе в качестве объекта поклонения какого-то идола потом увидят лучше то есть какая-то иконочка висит потом пошли могут есть такая икона она намного красивее все без проблем убрали эту поставить также если они увидят идола лучше этого или какого-то идола будду и так далее и тому подобное отбрасывают первых выбрасывают в мусорку куда-то и берут второй каля катада или же продают секонд хэнд каля катада катада говорит инна лькафира юриду аля маабуди юриду аан маабудихи фи вактиль бала ва юблю аля аллахи таля катада говорил про тафсир этого аята то что кафир отворачивается от своего объекта поклонения когда с ним происходит какая-то беда и обращается к одному всевышнему аллах и это большинство в неверующих людей во время несчастье они же обращаются к идолу к своим божествам и так далее и у них уже практично на жизненной практике они поняли что не во время бед реально помогает только творец и поэтому пророк саласом спросил одного человека ты говорит во время бед кому обращаешься а когда это тебя все хорошо кому обращаешься он говорит к семи разным богам а во время несчастья тому кто на небе бегать к тому кто на небе то есть каллаху спонатали камах бараллаху ангум как всевышний аллаху спонатали рассказал многобожника в куране фейдар акибу фельфульки да уллаху мухли сына ляудины когда они садятся на корабле на корабли начинается штором обращается только одному всевышнего аллаха посвящаясь в религии ему вальму минуля юриду аниляхи фиссарау аддара верующий же не отворачивается от всевышнего аллаха будь это радость или горе шиддавараха невзгода или благополучие всегда направлен к одному всевышнего ласпанта ляпали дальше всевышний аллах спонта говорит поля у яра ля дина валему и если бы увидели те которые совершали зло то есть ширк она го ля яра ля дина валиму анфусу миндару я ладоб то есть те которые совершали ширк уже не будут видеть себя то есть будет поймут что они никто как говорится грубо говоря и звать их никак он говорит ой ляу арау шиддата ладоб если они увидят силу наказания всевышнего аллаха вау куба того то есть как он их накажет хина ярауна ля даб когда они увидят это наказание ля арафу мадаррат аль куфр тогда они поймут вред от неверия анна матта хазу миналас нам ля инфагум и то что те идолы которым они поклонялись или те объекты поклонений которыми не поклонялись ничем и не помогло идь она когда они увидят van maguro кальчик аф cause тоже никто читал через даму некоторые читали аль-gehen фата 않았ок и когда они увидят наказания ана элку ата лилля джимэн они поймут что вся сила во всевышнего аллаха вам на ваша люди body то что все ишие волос силён в наказание айби оллиля джимэн что значит вся сила way ущенко аллаха ляров а вот коно анна льку а лилля джиммен что вся сила была у Всевышнего Аллаха спонталя, то есть, что те идолы, которым они поклонялись, ничем совершенно им помочь не смогут. Я побуждаю, дай Аллах, чтобы закончить Тафсир. Если кто раньше на это не обращал внимания, начните с сегодняшнего дня. Вот как появляется, Барак Луфикум, новая запись, как вы ее прослушали, перед тем, как появится следующая запись, постарайтесь выучить. И представьте, этим самым вы объедините между двумя добрами. То есть, Барак Луфикум, получается, и выучите, и будете знать Тафсир.